В стране началась подача документов школьников в первый класс. Учреждения образования прием документов осуществляют в соответствии с утвержденным графиком. С расписанием работы комиссии можно ознакомиться на сайтах школ и гимназии. Особого ажиотажа со стороны родителей не наблюдается. Количество классов учреждений образования зависит от количества поданных заявлений в первый класс. Если анализировать количество детей, зарегистрированных в микрорайоне нашей школы, то их около 150 человек. Часть из них, конечно, возможно, по состоянию здоровья, желанию родителей, могут не прийти в первый класс, это допускается, и останутся в дошкольных учреждениях образования. Поэтому мы предполагаем, что приблизительно 5 классов наполняемостью 24-26 человек у нас в первой школе с 1 сентября будут. Данная кампания проходит организованно, хотя очень у нас оживленно. По словам родителей первого учащегося, которые были в очереди первого, они пришли занимать очередь в полтретьего ночи. На данный момент у нас принято заявление, принимаются заявления, по-прежнему народ еще стоит в очереди для детей, не проживающих в микрорайоне. Те дети, которые в микрорайоне гимназии проживают, очередь практически отсутствует, то есть родители идут спокойно. Преимущественное право при зачислении в первый класс имеют, конечно же, дети, проживающие в микрорайоне гимназии. Дети, не проживающие в микрорайоне гимназии, будут зачисляться на свободные места с 16 по 28 августа в порядке подачи документов. Срок приема документов для зачисления в первый класс детей, которые проживают в закрепленном за учреждение в микрорайоне, с 12 июня по 15 августа. Прием заявлений на свободные места законных представителей детей, не проживающих в микрорайоне, также будут приниматься с 12 июня по 15 августа. Рассмотрение заявлений для приема детей на свободные места будет осуществляться с 16 августа по 28 августа. Зачисление учащихся в первые классы осуществляется до 31 августа.